В лицее Магаса сегодня состоялось Республиканское родительское собрание. Мероприятие прошло немного в ином формате. Ученики пели песни и читали стихотворения, посвященные самому родному человеку. Причиной этому стал предстоящий день матери. Школьники подготовили также выставку декоративно-прикладного искусства, где ребят учили радовать своих матерей подарком, сделанным собственными руками. Ну а почетными гостями праздника стали глава региона и министр образования республики. Любое родительское собрание для школьников – событие волнительное. Но на этот раз волнуются они не потому, что боятся разочаровать родителей плохими оценками, а скорее это легкая дрожь перед выходом на сцену. В доме у нас семеро детей. А маме сколько лет? Тридцать два. Как ты думаешь, мама – герой? Она вот столько времени тратит? Да. С утра до вечера стирает, убирает, делает уроки, объясняет. Мамочка, я тебя люблю, поздравляю тебя с Днем Матери. Собрание праздничное, поэтому все начинается с песен и цветов «Мама». Спи, мое солнышко, спи, там за облачком дремлют наши ангелы, пока ты в маниных руках. Глава региона, поздравив всех собравшихся мам с их днем, перешел к проблемам и вопросам системы образования. В том числе призвал родительские комитеты активнее участвовать в жизни школы и вносить конкретные предложения по улучшению системы образования. Мы должны осознавать с вами, что будущее, наше с вами, эти слова, они могут быть такие привычные для многих, эти слова. Но будущее республики, будущее народа, будущее семьи, Тейпа – это все зависит от наших молодых ребят, детей, которых мы воспитываем. Воспитаем хорошими людьми, они будут хорошими людьми в жизни. Упустим где-то на каком-то этапе воспитания, получим наркомана, получим бандита, получим проблемы. Обслуживаем вместе с Ледой радостью, будем плакаться и обвинять всех вокруг. Погоду, религию, все будем обвинять, только не себя. Все будут виноваты, только не мы, хорошие родители. Поэтому здесь надо очень серьезно смотреть на тем, как мы воспитываем, что мы вкладываем. Министр образования Ингушетии Милана Хасиева зачитала перед собравшимися доклад об основных направлениях развития региональной системы образования. За 2014-2015 учебный год было открыто пять образовательных организаций. Это школа в сельском поселении Троицкое на 704 мест, школа в сельском поселении Далакова на 540 мест. Уникальный комплекс коррекционного и инклюзивного образования в сельском поселении Нижние Очевуки на 290 мест для детей с ограниченными возможностями и на 320 мест для школьной образовательной организации, где мы можем на раннем этапе выявлять инклюзивные и проводить коррекционные мероприятия. Также школа в сельском поселении Нестеровское на 320 мест, в сельском поселении Орженикизовское на 420 мест. От имени всех мам республики на собрании выступила Радимхан Цурова, которая поблагодарила преподавателей за их труд и за буквально материнскую любовь к своим ученикам. Хочу пожелать нам, прежде всего, родителям, мамам добра, здоровья, мудр, батьям, добрым, чтобы у наших детей все было хорошо, все было замечательно. Также их была развернута выставка работ воспитанников Назрановского центра творчества, где детей учат не просто покупать мамам цветы, а создавать их своим трудом. Именно своими руками они очень даже хотели преподнести букет цветов из бисера. А сколько нужно времени потратить, чтобы создать букет из бисера? Вот примерно месяц, три недели. Завершилась встреча выборами Республиканского родительского комитета и награждением грамотами самых активных мам Ингушетии. Зарима Ивлоева, Ахмед Парчиев, Новости 24.